Значит, что форма актуальна, предмет становится в форме. Мы залезли в предшественников и обнаружили любопытную вещь. Я сейчас для Саши несколько слов скажу. Обнаружили любопытную вещь. Там, где речь идёт о становящейся вещи, Собор, Аристотель, Кант, Фихта, ещё, наверное, кто-нибудь, если подумать и посмотреть, Знаете, очевидно. Там, где речь идёт о становлении предмета в форме, предмет понимается как что-то определённое. Красное становится красным, медное становится медным. Мы обнаружили в таком построении круг. Этот круг заключается в том, что становится, значит, переходит из небытия к бытию. Состояние перехода от небытия к бытию. Форма же актуальна. Круг же заключается в том, что предмет становится каким-то, например, красным или медным, потому, что он с самого начала был в возможности этим самым красным и этим самым медным. Но мы узнаём, убеждаемся, что он был в возможности красным или медным, лишь постольку поскольку он становится красным или медным. Получается, сам делик круг. Бытие в возможности определяет собой бытие в действительности, а бытие в действительности определяет собой бытие в возможности. Пока красное не стало красным, мы и не знаем, что оно было возможности красным. Такова ситуация, которая, по-видимому, я так думаю, я предложил этот ход, вот, по-видимому, существует Аристотель. И у всех, кто вокруг него, и до, и после. Из возможности в действительность, таким образом, действительность объясняется из возможности, а возможность, то есть та определённость, которая в возможности существует, какая это именно определённость, мы узнаём только по мере того, как эта возможность превращается в действительность. Любопытно, опять же, я, наверное, всё равно быстро, но, может быть, что-то Саша успеет поймать, по крайней мере, общую канулу разговора. Вот, любопытно, в самом деле, очень любопытно, что Платон, мы тут вспомнили, что Платон Анаксагора упрекает в круге. У Анаксагора, как известно, смешение, первоначальное состояние, которое у Аристотеля получило именование «Бытие и возможности», у Анаксагора имеет наименование смешение, такое понятие смешение. Вот так вот Аристотель говорит, что в понятии «смешение» в этом слове заключён круг, потому что если речь идёт о смешении, то смешивается что-то. Чтобы было смешение, надо что-то смешать. Значит, смешение возникает из смешения каких-то уже имеющихся определённостей. Если смешать красное, синее, зелёное, то получится действительно какое-то месиво, в котором ничего не различить. Хорошенько перемешать, то получится вот такое месиво. Значит, для месива нужно определённое качество, а сама определённость качества, с другой стороны, объясняется месивом. Тем, что в этом смешении они уже были тем, чем стали. Получается, говорит Аристотель про Анаксагора, получается круг. На самом деле это ведь тот же самый круг, в котором теперь уже мы упрекаем самого Аристотеля. Потому что в смешении есть не что иное, как то самое бытие возможности. Но определённость качества – это и есть определённость качества. Поэтому на самом деле Аристотель упрекает, получается, видимо, так, действительно смешно получается. Аристотель упрекает Анаксагора в том, в чём виноват сам. У него тоже, ещё раз, определённость качества объясняется бытие возможностям. А бытие возможности, как определённое бытие, отсылает нас, объясняется бытием действительности. Пока красное не стало красным, мы не можем сказать, что оно в возможности было красным. Нам просто это не узнать. Поэтому это, вообще говоря, один и тот же круг, который Аристотель увидел в слове «смешение». А мы, который Аристотель увидел в слове «смешение», мы осмеливаемся упрекать в этом же самом самого Аристотеля. Мы обнаружили, заметили любопытную вещь, что у всех мыслителей, кроме Гегеля и до Гегеля, предмет – это всегда определённый предмет. Только у Гегеля он получает некоторый другой смысл, смысл бытия. А до него, действительно, у всех мыслителей, у Аристотеля в том числе, предмет – это всегда определённый предмет. Поэтому, когда мы говорим, как мы начинаем рассуждение? Знаем, наша посылка заключается в том, что форма есть, она актуальна, равна себе, а предмет становится в этой форме. Становится он как предмет. Форма есть, наше рассуждение. Форма есть, а предмет становится, предмет в этой форме становится как предмет. Он не имеет определённых. Мы так и говорили всегда. Потому что мы пытаемся это осмыслить, на этом как бы посидеть и потоптаться. И хорошенько сравнить это с тем, что мы имеем до нас. До самих себя. Мы говорили всегда именно так. Форма актуальна, форма есть, а предмет становится в этой форме. Предмет становится в этой форме как предмет. Содержание становится как содержание. Это значит, что становление предмета не есть становление какого-то определённого предмета. Красного или медного. А есть становление предмета как предмет. Но именно становление. На последнем занятии, на прошлом, мы задумались всё-таки, что это. То есть, что значит всё-таки предмета как предмета. И мы остановились на том, что предмет становится как предмет. Это имеет тот смысл, что предмет становится как нечто иное. По отношению к форме. Форма есть, а предмет становится. Мы же не говорим как Кант, что форма является какой-то определённой формой. У Канта это пространство и время. Первоначально просто пространство, скажем, первая форма. То есть, с самого начала, когда Кант и кто-либо ещё говорит о том, что форма актуальна, он имеет в виду определённую актуальность. В Аристотеле это определённость геометрических форм. Шар, в котором медь становится медью. Там, соответственно, куб, там, всё что угодно. Скамейка, в форме которой дерево становится деревом, таким образом возникает составное третье, как говорит Аристотель, то есть, деревянная скамейка. То есть, когда форма актуальна, а это предполагает, что форма сознаёт себя, то она сознаёт себя как актуальную форму. Хоть у Аристотеля, хоть у Фихтера. Как определённую форму. В которой там становится то или иное содержание. Мы же говорим просто о форме. Что форма есть, актуальна. Не как определённое нечто, а как нечто актуальное. Поэтому, когда Аристотель говорит о том, что форма актуальна, то он подразумевает, конечно же, что форма сознаёт себя как нечто определённое. Например, как шар. То есть, понятное дело, что актуальность форма предполагает сознание формой себя. Это не просто шар, который, не зная себя, что-то творит из материи. А, конечно же, шар, знающий себя как шар. Определённость, актуальность формы предполагает самосознание. Не знаю, если у Аристотеля ясно выражено это будет, но это как бы понятно, само собой полагаю. Значит, невозможно вообще понять, о чём речь. Актуальность формы предполагает самосознание. То есть, если форма актуальна шар, то это означает, что это шар, сознающий себя как шар. Или форма, сознающая себя как шар. И поскольку форма удерживает себя, сознаёт себя как шар, удерживает себя как актуальный шар, делается возможным, что дерево становится деревом, или месть становится местью. Мы же говорим, что форма актуальна. Не как нечто определённое, а просто актуальна. И в ней как в форме становится содержание как содержание. Содержание становится как содержание. То есть, сознание формой себя у нас не есть сознание, и, следовательно, сознание формой себя для нас не есть сознание определённости формы. Рефлексия формы в себя не есть сознание определённости формы. Не есть рефлексия определённости себя. А сознание себя формы совпадает с бытием. Самосознание совпадает с бытием. Форма сознаёт себя актуальными, это значит, что эта форма просто есть. Форма сознаёт себя актуальность, значит, форма просто есть. Форма рефлектирует себя, означает, что форма сознаёт своё существование. То есть, сознание и существование первоначального, первоначального определения формы, это же действие. Сознание и существование рефлексия формы в себя и существование формы совпадают. Я сознаю себя, и я существую – это одно и то же. Сознаю своё существование. Для такой формы, для так себя понимающей формы, то есть, понимающей своё простое существование, простое – значит, неопределённое, ни купа, ни шар, а просто сознающее своё существование, для так понимающей себя формы предмет является чем-то становящимся. И мы задумывались в прошлый раз, что означает в таком случае предмет как предмет, или содержание как содержание. И мы подумали, что, в прошлый раз подумали, что содержание не может иметь значение перед. Вот я поймал себя на том, сразу же покаялся перед вами в прошлый раз, что я, честно говоря, под предметом, как предметом понимал ситуацию перед. Ну, так интуитивно, не говоря себе об этом, не понимая, что я, собственно говоря, понимаю, я дал себе труд понять, что я понимаю, и выяснилось, что я понимаю под предметом, как предметом, то, что передо мной. Но перед – это кантовское построение, видимо. Перед – это кантовское построение, потому что это пространство. Сама ситуация перед, как довёл на нас Кант, предполагает пространство. Поэтому, если мы определяем форму не в качестве чего-то определённого, шара, куба или пространства, то я, кстати, в одну кучу валю, видите, шар, куба и пространство. Может быть, на самом деле это не очень-то корректно. Может быть, пространство – это тоже некая определённость, конечно, формы. Но, может быть, может быть, есть разница между определённостью в виде куба и определённостью в виде пространства. Но не знаю. Мы, по крайней мере, в прошлый раз варили в кучу, и я варил в кучу, и сейчас не знаю, что к этому добавить, кроме некоторых опасений. Если всё-таки форму определять не как нечто определённое, куба или пространства, а просто как форму, как нечто ставшее и не более того. Нечто ставшее есть форма, форма есть нечто ставшее. Если так определять, то тогда мы не можем, видимо, предмет определять через слово «перед». то есть даже так не можем его определять. Тогда как же мы можем его определять? Мы остановились в прошлый раз на том, что это иное, инаковое. То есть предмет становится как предмет, значит, иное становится как иное. Правда, Игорь Данилов вякнул, так как-то коротко, я не поймал, что всё равно круг. Действительно, теперь я поймал и согласен. Я хотел всю виду сварить на вас, что мы, мол, не вякоти проговаривают, но всё, что же это проговаривает, круг и круг, что-то ещё добавить. Действительно, если подумать, круг, потому что то, что предмет становится как инаковое, мы знаем только тогда, когда он стал как инаковое. а он стал как инаковое, становится как инаковое, это потому, что он уже был инаковым возможностью. То есть вот эта вот инаковость от друга нас не спасает. Но смешно не это, смешно другое. Действительно смешно, как трудно нам даются наши скромные результаты. но какой же нафиг предмет иное, если мы без конца похваляемся тем, что преодолели дуализм? мы же говорим, мы же говорим, что форма первая, форма раньше, наконец-то у нас форма раньше, как нечто актуальное, оно раньше, а предмет становится в этой форме. а если это так, то какой же предмет может быть иным? Как, точнее говоря, предмет может быть иным к той форме, которая перевеет? Ведь сам факт становления, то, что у нас есть форма и в ней что-то становится, это тем самым делает этот предмет уже иным. Поскольку предмет становится в этой форме. Иначе нельзя. Не понимаю. Ну просто, я уже говорил про эту метафору чаном с водой. У нас есть чан, и в этот чан наливается, вот воды стало больше, больше и больше. Точно так же предмет в этой форме становится, становится и становится. Но раз он становится, значит, а форма это единственное, что есть и мы. То таким образом предмет у нас оказывается автоматическим иным в этой самой ситуации. Сама идея становления, как такового, порождает нам предмет, как для чего-то принципиального рода иного. Того самого удава выползающего из угла. Вот он выползает, выползает и выползает. Здесь и здесь. Вот такая проблема возникает. Ну правильно, форма равная себе. Если бы форма нашла, что все равно себе, тогда бы она ничего иного не нашла. Да. И обратить внимание в других аналогичных началах философии. Например, у Парменида, по которому мы вспоминали в прошлый раз. У нас есть предмет, сознание соотносится с самим собой, на основании этого предмета. И все время соотносится с самим собой. Поэтому там у него нет идеи становления. Всегда время бытие, бытие, бытие. А ничто, то есть не бытие, вовсе нет. И бытие это шар, потому что всякий раз мы находимся в некой сердцевине этого существования. Вот. То есть, предмет не важен, всякий раз важно отношение с самим собой. Единственный факт нашей мысли. А здесь иначе. Здесь предмет к нам вот сюда приполз, как удав. Приполз и тем самым заявил об инаквости уже. Заявил об инаквости полностью. И нет эмонизма, эмонизма. Мы и удав. Но, Игорь, ваш удав и ваша вода это... Определенности. Да. Это определенности. Поэтому я и говорю, что это метафора. Но становление-то у вас именно такое. Все-таки становление-то нечто, что остановится. У парменида нет никакого становления. У Канта нет становления. Они все входят без становления, хотя по-разному. Для парменида есть предмет, мощь предмета я соотношусь с самим собой. Все, что есть, это бытие. Которое шар. Бытие, бытие, бытие. А не бытия, то есть ничто, что-то другого внешнего, в том числе и предмета. Вовсе нет. Там ничто не становится. Все время тождество вот это. Самим собой, которое есть бесконечное, беспредельное, шарообразное бытие. Вот. Тождество постоянно. Для Канта и Фихта у него точно так же. У него этот предмет не становится. Он красный, шар, допустим, того. Он есть. Не становится бытие. Он есть. А здесь удар выползает из-за шкафа. Выползает он удар. И этим самым заявляет о своей наковисти. парменида. Потому что в сущности парменидская философия вот настоящий монизм. Если забыть предмет, который вечно вынесен у него за скобки. Он вечно вынесен за скобки, и поэтому всегда есть чистое отношение с самим собой. Одно только бытие. А все остальное, весь мир со своим многообразием, это глупости. Это могут мысли себе только двуколовые люди. Ну, хорошо. Давайте о пармениде все-таки оставим парменида и посмотрим на наше построение. Мы обязательно вернемся к гигерю и пармениду. Я почти готов вернуться к ним. Но пока их оставим и вернемся вот к нашему барану. Есть ли форма актуальна по определению? А предмет становится в этой форме? Никак предмет мы не можем назвать иным по отношению к этой форме. Здесь как раз тоже манер. Мы еще сравним парменидовский манер. А зачем предмет это назвать предметом? Просто есть форма и все. Манер когда есть форма и все. Ничего другого нет. Тогда будет манер. Да и опять хотя вам не хочется отношения к форминидов. Нету формы форминидов все-таки по всем при этом. Отношения с самим собой. Форма здесь лишняя. с самим можно назвать форма. Вмere не назвать? Если какие-то общие определения искать, приезжаешь это форминидов? Нет, форминидов что-то оформляет. Делает предмет предметом, делает возможный определенный предмет, но по определенным, что-то оформляет, что-то такое делает. По предмету даже не так. Что они там вообще делают? Бытие и всё. Законченная философия в одной фразе. Бытие есть, а не бытия вовсе нет. Замечательно. Ну и всё-таки я хотел бы оставить пока Пармениза в стороне и Гигаревскую логику в стороне, и подумать о нашей ситуации, ну как таковой. Мы назвали предмет как нечто иное. Мы не можем сказать, что он становится перед, мы не можем сказать, что... Факт его восстановления формы, то есть сам факт восстановления, указывает на его принципиальную инаквость. Инаквость именно в форме? Да. Просто, конечно. Какую-то абсолютную инаквость. Конечно, инаквость, инаквость. Но другое нет. Я не понимаю. Мне кажется, что тот факт, что он становится в форме, исключает его инаквость? Нет. Потому что форма, она всегда актуальна и тождественна в самом себе. Если побед стремиться быть, эта иформа. Да нет, себе нетождественна. Как тогда получается что-то Cut-итель Outionality? У нас единственное, что тождественна в себе – это форма. Всё оставено и нетождественна. Всё нетождественна, мы и называем инны для форм. А что такое становление? Быть не тождественнным в себе. Да, конечно. Что такое иначе становление, как нетождественна? отсутствие это тождественность самому себе это просто как бы у нас есть тождественная сам себе форма и не тождественная самому себе как бы это то есть он как что навязчивый есть иное конечно как не дождественная себе сам фактор становления указывает на его принципиально то что форма равна себе а то что не равно себя не может быть форма форме до но иного форма обнаруживает вдруг что на самом деле она не одна что то есть иное что в нем в этой форме становится понимаете если в форме становится красная то понятно что это иной но не потому что она становится хотя она становится но иное она не потому что становится потому что красная потому что красная получится тоже некая форма у вас получится красный некий вид форм но либо сразу заранее что все есть форму и не мучить тогда как бы себе поставить либо надо тогда как был как бы как-то иное должно существовать или не существовать как у про меня прошу прощения на что намекает что у него вот сильно простая дилема либо есть либо нет у нас другая дилема либо есть либо становится и мы из нее отталкиваемся пытаемся построить как бы не купил философию где вот этого небытия нету а есть некое подобие даже или какой-то аналог какой-то иной как-то аналог то что мы называем становлю это иной способ начинания по отношению параменида там возможно даже гегелю но как ладно зачем мы что боремся за слово монизм не монизм что ли не ты пытаешь понять что значит предмет и новый иной он потому что не форма буквально слово иной и никакого есть форма есть что то что не помню форма еще не форма подчинена этой форме она вторична становится неопределенно но было получается смешно немножко одна форма есть актуально а другая форма какой-то другой форма не становится совсем предмет но сам факт его становления указывает на его инаковость по отношению к кому потом это инаковость онтологическая поэтому нельзя сказать что это какая-то долгая форма это долгая форма это просто не форма на самом деле если думаться там дальше будет еще одна проблема когда будет телесная получишь что телесная форма становится по отношению мыслящих ну ладно это да да нам было да это тоже долго никак не кажется противоречит определению того что такое форма форма равна саму себе а телесная она как бы будет не такой поэтому что-то в этом начинании как будто я не знаю как сказать правильно на этом вопрос только как это высказать второеначало потому что становится но не является по сути начало на потому что там нет а какой-то но в определении своим она заимствует свое определенле что она установится от форма внутри еще нет только у него собственно какой-то отдельно определение нет и поэтому назвать его началом нельзя у нас есть начало форма и и нечто иное получает от этой формы как бы определение что вот она установит поступка на них он и все и каждый раз это вот предметом он сам никаких внутренних определений иметь не будет всякий раз будет эти определения получать от формы непонятно что чуть линии бытие поскольку у него нет ничего внутреннего все все определения получены от форма первое определение у него который получен от форма отрицательных когда что она не форма первое его определение если мы откажемся от этой не формы тогда получилась есть форма как бы и получится какая-то логистика что-то чисто логикой заниматься ничего и ничего такого но может быть значит значит действительно форма это то что актуально а предмет то что становится становится в этой форме поскольку она становится она есть нечто иное нежели нежели шоу то есть о предмете мы ничего не можем сказать сначала кроме того что он становится о предмете мы не можем ничего все равно и считает кстати правда мы то есть в мире шердеся внутри не согласен что предметим мы действительно ничего не можем сказать кроме того что он становится не то что становится перед не что-нибудь еще да вот вот я не уверен что можем сказать что иное предмет становится как предмет а вот тоже можно ли в палитру добавить эту краску до иное я не совсем не уверен потому что когда дуализм когда есть действительно возможности какие-то определенные качества есть форма да конечно предмет есть нечто иное мы спокойно и мы спокойно это говорили только гейель феноменологии духа говорит об этом сознание соотносится когда познает иное чем она в то же время соотносится звучит это вот слово иное но это если вот идет одни и ночи так ну хорошо хорошо значит получается еще раз что форма актуальна предмет становится и о предмете мы знаем только то что восстановит познание предмета и познание становления одно и то же немножко мне это все-таки кажется у меня звучало так в этой палитре первоначально моя палитра звучало так предмет становится как предмет содержание становится как содержание и это как-то так звучало мне казалось вполне уместно но это означает что при этом предмете мы знаем только то что восстановит здесь еще какая проблема если мы избегаем дуализма то что является посылкой что является первой интуиции первой интуиции является актуальность форм это как бы неоспоримо это не обсуждается скажем так посылкой первой очевидностью единственной очевидностью является актуальность форм из этой очевидности следует становление предмет в этой форме то есть как бы предмет как нечто становящееся в форме является уже некоторой второй очевидностью которая вытекает из первой очевидности но из первой очевидности вообще говорю не вытекает что мы что мы признаем за первую очевидность отношение форма и содержание как актуального потенциального вот это является первой очевидность но вот я спрашиваю я не знаю когда предмет оттуда появляется почему как бы обязательно должен быть предмет то есть есть форма как будто там нахват еще должно быть что-то еще получается витуализм второй очевидность кроме формы еще что-то есть ну вот у этого запрещенного тренингреческого философа и нету актуальность есть там смешно что он проговаривается что его нет она как бы у него есть в отрицательном что бытие есть а небытие нет сказать что небытие нет значит вести какое-то небытие ну это может быть и вести но мы понимаем тот смысл который за этим складывается это же не тавтология сказать небытие нет то есть сначала надо вести небытие а потом сказать что его нет ну это уже рассуждение вокруг самой ситуации не то что бытие шар это тоже рассуждение надо же взять шар и его сюда вести каким-то образом в дискурс но мы же понимаем что за этим смыслом вообще не говоря не шар стоит а то что мы всякий раз находимся в сердцевине собственного существа а почему-то просто это бытие есть и все ну вот так и надо бы но мы же у нас в палитре много красок мы его раскрашиваем оно и шар оно и бесконечное сплошное не равное себе а небытия вообще нет у всех есть эта проблема что кроме формы или там бытия что-то еще есть и все как могут эту проблему решать то есть было бы просто форму там было бы очевидно что больше ничего не надо то все бы сидели бы с чистой формой и все почему как бы на самом деле это не так потому что феноменологически у нас это не такова ситуация что не есть у нас только форма актуальная что-то еще есть ну как бы есть в другом смысле конечно когда сейчас говорите о том что становится то есть это другой способ быть и становиться ну вот вопрос значит в том что является так сказать вот этой первой необсуждаемой очевидностью вроде как получается так что этой первой очевидностью является то что я первее предмет в том смысле что я актуален а предмет становится вот такая первая очевидность может быть а иначе если мы за первую очевидность примем просто обнаружение формы себя то есть я есть я то в самом деле откуда была бесконечно возвращается к этому обструкции это зачем зачем вообще нужен предмет есть одна форма то есть такой вот вопрос вроде как появляется если все таки мы избегаем дуализм дуализм все проще действительно в этом смешении в этом бытии возможности есть качество так и у фильтра так называются качествами есть качества которые вот качествами становятся для нас и в себе для нас тогда как обычно это две очевидности полагается некая форма как пространство или как нибудь в ином качестве и полагается некая некий предмет как красное и метное тогда тогда да но мы прекрасно понимаем что здесь положено два две очевидности два постулата хотя на самом деле делается попытка построить один постулат то что форма актуальна а качество становится то у философов это попытка манизма конечно они сами ни за что бы не согласились что это дуализм это конечно манизм потому что в форме качество становится качеством в их построении я почему без конца сравниваю с ними потому что тоже как бы вот так в форме качество становится качеством у аристотеля то же самое в актуальной форме качество делается качеством но его построение вот таково качество из возможности делается действительно а наше построение другое в определенном в определенной форме качество становится определенное качество становится определенным качеством а у нас просто в форме в определенной 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 форме в дуализме. Почему в дуализме? Именно в силу определённости и формы, и качества. Поэтому в дуализме. Так всё хорошо. Качество становится формой. Но форма, с одной стороны, определённая, с другой стороны, качество определённое, предмет определённый. Возникает дуализм. Мы его вроде бы избегаем, не давая определённости ни форме, ни качеству. Оставаясь в том же построении, в форме становится предмет. Но какова форма мы не знаем вообще. Знаем только то, что она актуальна, она есть. И о предмете мы тоже не знаем ничего вообще, кроме того, что он становится как предмет. Но вот что является, не знаю, надо ставить этот вопрос или нет, но вот я его пытаюсь поставить. Что является первой интуицией? Если мы всё-таки избегаем дуализма, то отказавшись от определённости формы и от определённости предмета, мы избегаем дуализма, поставив ситуацию именно такой, в актуальной форме становится предмет как предмет. Не как красный, а как предмет. Не как существующий перед, то есть в пространстве, а как предмет. Не как красный, не как существующий перед, а как предмет. Вот что я радуюсь. Ну что так встает, это ещё позже, чем встать в пространстве. Это что же за предмет-то такой? Только как будто бы наброшено то, что это какая-то форма, которая называется предметность. Отличное пространство. Да, вообще просто. Что интересно? Предметность каковая, которая просто твоя вот форма. Когда мы говорим, что становится что-то там, не называй слово предмет, это понятно, просто он не форма. А когда мы говорим, что предмет становится, мы как бы подозреваем, что то, что мы называем предмет, это нечто такое, как-то тоже себе равно. Это какое-то определение, которое определенное. Ну, хоть и определенное толпы, что нет никаких определений, кроме того, что мы понимаем, что это некий предмет. То есть язык нам не позволяет высказать это становление, как становление. Потому что всякий раз мы его предмечили, делаем его каким-то там чем-то себе рамок. Называем слово предметом, содержание. Все эти слова, они как бы намекают на то, что то, о чем мы говорим, себе равно. То есть становление, у кого мы говорим, в своем становлении равно себе, что оно становится. Ну, почему? Предмет становится предметом, содержание становится содержанием. Но оно в содержании, и то, что оно в содержании, оно равно себе, что оно в содержании. А предмет становится, он или нет, он равен тому, что это предмет. Что-то становится, вот это что-то, как бы равно себе в том, что оно становится. Нет, в том, что оно становится, оно и равно. В том, что оно становится, и становится. То, что оно что-то, конечно, оно равно себе. в том, что оно что-то, в том, что оно… Его становление в каком отношении? В чем происходит становление? Вот мы говорили, допустим, что форма равна себе. Она одна и та же. Значит, становление надо понимать как отрицание того, что она форма. То есть она не равна себе. Как это понять? Как понимать некое становление, которое себе не равно? Это вообще что такое? Например, вода, которая любит, она льется, но она все равно в каком-то смысле себе равна. Это же вода, как бы и вода. А тут как понять? Как понять нечто такое, что становится, что не равно себе? Или надо понимать, что вот это неравенство себе это и есть смысл становления. Никакого другого определения становления на данном этапе нет, кроме того, что просто себе не равно и все. Ничего сказать нельзя. И как хочешь, так и понимаю. Не равно себе? Вот если есть что равно себе – это форма. А все остальное не равно себе. Это вот как бы было. Мы называем смысл. Что есть такое, как бы? Пока ничего сказать об этом нельзя. Кроме того, что оно не равно себе. Нам понятно, что быть равным себе. Что такое быть равным себе – нам понятно. А что такое быть неравенство себе? Нам на самом деле, если так вдуматься, не очень понятно. А это понятно, что такое неравенство себе? Кроме становления, неравенство себе может быть изменение. По становлению, все-таки, это, конечно, неравенство себе. Но это переход из небытия к бытию. Переход из небытия к бытию – это потенциально. То есть потенциально переходит в план. Ну да. Там же самое важное. Это аристотик. Там может быть модифицированное, но аристотик. Ну вот я и говорю, что раньше только в том, что аристотик медь становится медью, а у нас предмет становится предметом. Это совсем не аристотик. Это вот… Тогда надо понять, что такое предмет. Понимаете, вот вы сказали, как заклинание, предмет становится предметом. А что такое предмет? Да. Что значит становиться предметом? И в каком смысле становиться? Да. Если перед, то как бы понятно, что… А он что манифестирует? Манифестирует неравенство себе тем самым в своем становлении? Да. Но в другое дело, что может быть эта манифестация предмета скрыта от сознания? Может быть. А может и нет. Потому что у нас условия предмета уж вольно много как бы всякого там содержания уже содержится, да, там исторически как бы это обложено. Может какое-то другое слово как бы может быть говорить содержание действительно, здесь форма есть содержание. Ну вот, Игорь говорил и, наверное, говорит, что все равно круг. То, что это содержание, мы узнаем лишь тогда, когда оно уже, так сказать, вот стало содержанием. А с другой стороны, оно стало содержанием, потому что оно с самого начала хотело им стать, грубо говоря. Ну и даже стать содержанием, есть просто нечто иное. И даже стать иными. Иное изначально иное. Может быть, не нравится самому себе это и означает быть иным. Значит быть иным, это будет неравным. Ну вот да, я вижу только такой выход. Немножко у меня что-то днем тоже пугает, но просто вот два рода бытия. Бытие ставшего и бытие становящегося. Никакого перед, еще раз, а есть ставшего и становящегося. И поскольку мы отличаем становящегося от ставшего, то мы говорим о том, что это вот… Но процесс один, то есть один процесс. Но в этом процессе момент есть становление, а есть момент ставшего. Так, надо говорить? Да не может быть как-то… Что когда там два бытия, оно является сопоставением с другим, одно ставшее, другое становящегося. Тогда это будет здесь доли. И не может быть как-то. Это что-то, что-то… Нет, два рода бытия. Совсем. 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 Он говорит, есть камни, есть животные. Роды бытия разные. Что в камень? Камень? Проблема, что это одно и то же. Если бы они были и камни, и животные, это бы хорошо было бы. А это одно и то же еще в камне. Камень стал животным. Пока он становился, он был камнем. Растал – стал животным. Или наоборот. Но с людьми, конечно, такое бывает. Мало не изваяние, а желание. Ну вот именно. Скорее наоборот. Да. С простатой командора, да. Ну я говорю, может быть это немножко надуманно. Есть некое построение, но… А может быть и нет. Я не знаю. Может надо двинуться дальше, и потом просто этот вопрос помнить, и каждый раз возвращаться. Ну нам больше ничего не остается, что такое. Ну конечно, двинемся дальше. Смотреть, как с другого движения, то, как видится, как оно должно быть, так сказать, в перспективе.